Всем привет! Продолжаем гулять по моему городку. Васильевский остров. Я здесь живу. Забрел я на набережную лейтенанта Шмидта. Хочу показать вам доходный дом господина Шлякова. Построен в 1856 году. Перестроен в 1879. Архитекторы Гребенка и фон Пировец. Стиль эклектика. Адрес набережная лейтенанта Шмидта 13. Прямо на набережной. Много его перестраивали. Различные архитекторы. Тот, кто точно установлен. Это Гребенка и фон Пировец. Доходный дом. По информации из википедии, самую дешевую комнату можно было снять в то время по цене 20 копеек. В общей сложности съемщику обходилась квартира, комната в 6 рублей в месяц. Но доходные дома тоже были различного типа, различной комфортности. В целом аренда в домах среднего уровня составляла от 10 до 100 рублей в месяц. А элитное жилье в некоторых доходных домах стоило более 1000 рублей в месяц. Именно столько стоила аренда квартиры в доме особняка князя Щербатова. На Новинском бульваре дом 13 Москва. Что касается Москвы, вот в Москве до 2017 года было порядка 800 доходных домов. Но в Питере тоже, конечно, было очень много. Действительно, читаешь вот литературу, смотришь в интернете очень много доходных домов. В этих доходных домах были свои правила установлены. Но сейчас мы говорим вот об этом доме. Набережная лейтенанта Шмидта, дом 13. Ну чем он знаменит? Ну, во-первых, наверное, тем, что находится на набережной. Ну а второе, в этом доме жил известный кораблестроитель господин Бубнов Иван Григорьевич. Иван Григорьевич окончил морской инженерное училище в Кронштадте, морской академии в Петербурге. Именно ему принадлежит фундаментальный труд строительная механика корабля. В 1911 году разработал, являющийся в то время единственным по строгой научности и полноте изложения. Он построил первую в России подводную лодку «Дельфин» с двигателями внутреннего сгорания. Она была, кстати, заложена в 1992 году. А затем подводную лодку типа «Барс». Ну, об этом, видимо, очень многим известно, что была такая подводная лодка. А вот кто ее строил, кто проектировал, неизвестно. Но вот оказался, я тоже не знал, кто ее проектировал, а вот оказался Иван Григорьевич Бубнов. Разработал проект океанского крейсера, который, кстати, был достроен первой премией, когда научился в морской академии. По его проектам построено 32 субмарины. Разрабатывал он, кстати, проект нового института морского, который должен был размещаться на территории морского поля. Вот видишь, я даже и не знал. В 1912 году стал генерал-майором корпуса корабельных инженеров. Руководил на Балтийском заводе переделкой легких крейсеров нефтеналивные суда. Ну, вот, пожалуй, наверное, и все, что можно сказать. Ну, да, скончался он от ТИФа В 19-м году господин Базилевский, это ученый кораббостроитель, специалист в области проектирования подводных лодок. Наш современник уже руководил работами по созданию первой в СССР атомной подводной лодки, ленинский комсомол Сергей Александрович Базилевский. Отмечал, что после смерти Бубнова не осталось ни его учеников в этой специфической области, ни теоретических работ, методик, расчетов или объяснительных записок. Только готовые корабли и их чертежи. Похоронен Бубнов на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, у нас в Российском острове. Награжден орденами Святого Владимира 34-й степени и Святой Анной 2-й степени. Ну, вот, собственно говоря, и все, что можно было рассказать, наверное, что я нашел, точнее, ведь только то, что я нашел в интернете по дому и его жителям набережного лейтенанта Шмидта, дом 13. Все, всем пока, всем привет, до новых встреч. Это был доходный дом Шилякова, набережная лейтенанта Шмидта, дом 13, где жил кораблестроитель известный, план Григорьев Бунов. Пока-пока.